Приветствую вас. Я думаю, что для начала вам нужно разобраться в себе, чтобы в этой ситуации выглядеть и выступать достойно, потому что есть причины, по которым вы финансово своего мужа обманывали. Это первое. Есть причины, по которым вы боитесь его потерять. Это второе. Вот. И совершенно очевидно, что доверие между вами пропало, и доверие между вами пропало, в первую очередь, потому что, вы не доверяете себе, раз обманывали своего мужа. Вот. Поэтому доверие вам необходимо к себе самой восстановить через психотерапию, вот. А дальше уже с мужем взаимодействовать на таком вот новом качественном уровне, и время покажет, действительно, как и что будет. Но реакция мужа, она, в принципе, мне кажется, такая более эмоциональная, она сейчас такая более эмоциональная. Вот. Возможно, пройдет время и, ну, как бы, ситуация изменится, но пока вы говорите о том, что вы раскаиваетесь, ему это не нужно, вы говорите о том, что пропало его трепетность, это тоже нормально, вот. Не стоит этому придавать такого слишком большого значения. Но вот, чему стоит придавать значения, это потому, что вы боитесь его потерять. Страх потерять человека, это довольно тревожный знак для вас, потому что это означает, что вы воспринимаете человека как вещь, как предмет, как принадлежность. Это возможно только благодаря тому, что вам самой чего-то не хватает. И поскольку, с вашей стороны, был обман финансовый, то я полагаю, что это с чем-то связано. То есть, в том числе и через финансовый обман, в том числе и через страх потерять мужа, реализовывается какой-то ваш внутренний конфликт, какое-то ваше противоречие, какая-то проблема. Вот, которую нужно решать. Ну, я не знаю в какая, да, то есть, это нужно выяснять, я думаю, что, ну, пока можно только предполагать, что вы либо боитесь остаться одна, либо вы пытаетесь там что-то для себя получить, например, обезопасить себя, как-то вот какую-то подушку безопасности себе сделать, или наоборот, пытаетесь вести себя правильно, к примеру, все время, ну, да, вот пытаетесь вести себя правильно. Но, когда наступает определенный момент, вам становится тяжело вести себя правильно, вы устаете, это как бы делать, как бы делать, вот. И, когда вы устаете вести себя правильно, вы вот в такой хаотичной, фонтальной, импульсивной манере выражаете свои желания, вот, для которых вам нужны обязательные деньги. Вести себя ведет себя как классический зависимый человек. Ну, соответственно, с зависимостью вам и нужно работать. Эмоциональная, эмоциональная зависимость, психоэмоциональная зависимость, здесь она, конечно, очень сильно влияет. Вот, ну и ваш вопрос, как жить дальше, решите только вы сами на консультации с психологом, который поможет вам разобраться в себе. Но, я бы рекомендовал вам родить ребенка, потому что сейчас, я так понял, что он на последней месяце беременности, вы фактически находитесь. Вот, но сейчас психотерапия не даст того эффекта, потому что вы находитесь не в том эмоциональном состоянии, вам нужно родить ребенка. Вот, сейчас желательно сосредоточиться именно на этом, на том, чтобы родить ребенка, вот уже после родов, серьезно взяться за себя. там, взяться за себя и разобраться в себе, и потом продемонстрировать в том числе и мужу. Но, эээ, идеально, чтобы себе, эээ, новую, новую вас, которая лучше себя чувствует, именно, именно лучше себя, эээ, чувствует. Лучше себя ощущает, да, эээ, и это пойдет вам только на пользу. И у мужа, если у него есть к вам, к вам чувства, они у него обязательно, эээ, дадут за себя знать. Просто, опять же, дает ему время для человека, да, для человека это предательство. Вот, ну, как и для его семьи тоже, тоже. Вот. Вам, эээ, имеет смысл, ээ, мужу хотя бы донести, эээ, не в извинительной форме, да, извиняться не нужно, потому что это, вам, ну, как бы, попросить прощения один раз можно, конечно, но, по большому счету извинения, извинения, это не то, что нужно. Вам нужно объяснить человеку, почему вы это сделали, рассказать ему о своих желаниях, чтобы человек понял, что, эээ, вы не хотели лично его предавать, и лично его, там, обмануть, что-то еще, а вы хотели, там, что-то, допустим, что-то для себя получить, да. Вот, и по цели просто, да, человеку время, эээ, с этим побыть, это переварить, он либо примет это, либо нет. Вот, что касается того, что вы его, эээ, ну, что вы боитесь его потерять, ну, к сожалению, вы его не то, чтобы уже потеряли, он никогда не был в ваших матчах, это вот, эээ, распространенное заблуждение о том, что, если ты, эээ, женился, да, если ты вышел замуж, то, эээ, человек свой, если человек принадлежит тебе, нет, 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 и еще раз нет, никто никому не принадлежит. И брак, в большом счете, это просто оформление отношений, оформление, но не сами отношения, на качество, эээ, на качество отношений, эээ, факт брака не влияет никак. Поэтому нужно понимать, что человек никогда не был вашим, но нужно также и признать, что вы хотите, чтобы человек был вашим, хотите, чтобы он вам принадлежал, и, эээ, как бы, эээ, ситуация заключается именно в этом, ситуация заключается именно в этом. Поэтому, тут, эээ, вот, эээ, такая история, на самом деле. Понимаете? Вот, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.